Сама улица расположена в Баруне, далеко от гимназии и железнодорожного вокзала. Места довольно глухие, тем не менее, утром и вечером по тротуару вдоль частных домов ходит довольно много народа. Еще совсем недавно это пространство освещалось повернутым в сторону жилой зоны уличными фонарями, расположенными на столбах у дороги. Освещалось плохо, ведь от тротуара они расположены совсем далеко. Но даже самый слабый свет лучше, чем никакого вообще. В рамках программы света улицы Вологодщины фонари, обращенные на проезжую часть, были заменены на светодиодные, а те, что были повернуты к домам, отключены, а частью и вовсе спилены. Получается так, что мы вообще лишены освещения придомовой территории. Здесь проходит тротуар, по которому люди ходят на работу, дети ходят в школу. Ну и все, кто живет на Слободке, на Золотавцево, здесь все передвигаются. А так теперь получается, что мы лишены освещения и придется жить в темноте. Передвигаться по улице в Потемках сложно даже сейчас, когда ночи сравнительно светлые. Но больше всего люди беспокоятся о том, что будет поздней осенью, когда непролазная тьма будет на улице и утром, когда все идут на работу, и вечером, когда люди возвращаются с своей дома. Идешь по темноте, включаешь на телефоне фонарик, и даже им трудно осветить дорогу. На улице проживают ветераны войны, пенсионеры, дети. У кого, допустим, зрение не очень хорошее, они же тоже плохо видят. А в сумерках вообще все еще хуже. Поэтому освещение однозначно делать надо. Мы не просим их заменить. Оставьте нам хотя бы это освещение. Темнота, в которой оказалось около десятка домов, к тому же отлично укрывают преступников. Неоднократно у местных жителей злоумышленники воровали овощи с грядок и сливали бензин. А недавно в лесу неподалеку был обнаружен странный шалаш. Судя по обилию валяющихся рядом бутылок, там ночуют бомжи. Люди всерьез опасаются за свою жизнь. Прибежала девочка, чуть ребята не изнасиловали, из этого леса рассказала мне все. Ну, опасно, тут без лампочек-то вы что? На улицу не выйти, тут и снег у нас же, тут подъезд, снег убирает, не знаю. Это с ума можно сойти, убираете лампочки. За помощью жители Темной улицы решили обратиться к городским властям, ведь оставлять ситуацию на самотек означает лишь то, что фонарей можно не дождаться и вовсе. Новых светильников у Сюжа нам никто не пообещал, но альтернативу предложили, в виде участия в хорошо знакомой программе «Народный бюджет». По задумке на улице военных курсантов появится не только освещение. Обустройство тротуара вдоль домов и вдоль этого же тротуара сделать необходимое освещение, которое будет непосредственно освещать сам тротуар. Эту проблему мы с ними будем обсуждать 19 августа, когда они идут на встречу в администрации города. Впрочем, для начала у Сюжана придется самостоятельно разработать проект, который смог бы участвовать в конкурсе. Это также удовольствие не из дешевых. Кроме того, жителям улицы придется вложиться в его реализацию. Это примерно четверть суммы. Максим Тянов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Продолжение следует...